Работчик компании VTR, который работает в проекте Wargaming. Артур, тебе слово. Всем привет. Собственно говоря, сегодняшний доклад не очень посвящен про web-development. Захотелось что-то рассказать. Прошлую лекцию здесь я как-то ныл про проблемы с микрополиморками. Сегодня я решил попозитивнее, все равно мы их буду, но меньше. Вот, в общем, значит, коротко о себе, вот, еще раз повторюсь, вот, у меня о себе в каждом докладе я различаюсь, просто расставляю акцент. Значит, в прошлом писал на desktop, вот, писал на MPC, писал на information, WPE, теперь пишу подмет, вот, по desktop практически вообще не пишу, но, как бы, есть темная сторона меня, она просит выхода, и поэтому периодически, там, раз в несколько месяцев у меня есть желание написать что-то, что-то на desktopе. Собственно говоря, так как я пишу на питон сейчас, преимущественно, питон для чего используется? Питон используется для, ну, для web-евелопмента, у нас в основном, да, он используется для каких-то скриптиков, он там имеет, вот, используется для UI. Вот, ну, как бы, для UI он, понятное дело, тоже используется, но с UI есть у питона некоторые проблемы, да. То есть, ну, если мы посмотрим на стандартную библиотеку питона, в стандартной библиотеке питона есть кинтер, ну, который якобы стандартный, который рекомендуемый, вот, его стараются все использовать, его никто использовать не любит, ну, потому, ну, в силу, там, своих многочисленных проблем, вот, но, тем не менее, он и есть стандартный, рекомендуемый только на Windows, на Windows его, кстати, придется составить завтра. Есть всякие различные GTK, есть некий PyQT, вот, которые все хвалят, которые биндинги, QT-шные, QT-шные Libia, которые хорошие, но, которые при этом, как бы, у которых есть еще, к тому же, коммерческая лицензия, это, как бы, мне очень нравится, вот. И есть Kee. Вот, кто вообще слышал, что это Kee? Тут, кто слышал? Миштяк, да. Безход такой. Да, есть, ну, есть птичка такая, вот. Клево, значит, этот заклад мы посвятим Kiwi. Итак, почему я выбрал Kiwi, да, ну, потому что мне было интересно узнать, то есть я пошел, погуглил, что вообще такое, где-то там нашел в новостях, что есть этот Kiwi, классный, классный framework для UI на Python, понравилось, все клево. Да, он достаточно оригинальный, то есть, в отличие от всех, всех предыдущих, там, VXVisions, там, VTK, того же PyQT, он не использует что-то, что было написано, там, для того же C, вот, и просто делает, как бы, просто пробрасываю все, все вызовы пайк, да, он, как бы, у него есть своя, своя идея, у него есть своя, там, фея, он достаточно оригинальный, вот, и так же он заявляет поддержку мобильных платформ. То есть, мне говорят, что вы пишете один и тот же код, получаете его, там, после, сбил уже у меня, там, работу на Windows, работу на Linux, работу на Android и так далее. Вот. Собственно говоря, наверное, каждый фреймворк, да, заслуживает своих Access Stories, вот, и можно рассмотреть Access Stories для Kiwi. Вот они. Вот. Ну, вот, собственно говоря, один большой минус в том, что Access Stories у него, как таковых, нету. То есть, фреймворк существует уже достаточно давно, могу сказать, что, в общем-то, это, я первый раз, наверное, с Киви, ну, года, наверное, два назад поднаквамился, вот, ну, и как-то так вот. У них, вот, как вот было, вот, свое собственное маленькое комьюнити, состоящее из нескольких сотен человек, так оно и осталось. Вот. Но, тем не менее, если отбросить шутки в сторону и попытаться все-таки нарыть что-то, что на нем сделали хорошего, можно посмотреть, например, что у него есть работающие и продающиеся программы на Google Play. Есть также на X-Store. Чуть-чуть поменьше, но, тем не менее, они есть. На Google Play их там, ну, штук, наверное, 20. Вот. Ну, качество у них в большинстве слоем не очень хорошее, ну, не очень высокое, но, тем не менее, они там есть, и они прошли этот маленький контроль со стороны Google и средний контроль со стороны Apple. Вот. Ну, и, соответственно, есть куча, там, примеров, которые сам Core Team Kiwi делают для того, чтобы, там, показывать это людям, чтобы выступать также на конференции, вот, и делать, там, различные интерактивные доски и прочее. Вот. Посмотрим конкретно, что есть. Есть замечательная программа процесс-крафт. Вот. Это рисовалка бизнес-диаграмм. Достаточно матчурная вещь. Стоит она целых 70 баксов в Android Play, что, в общем-то, ну, достаточно цена кусается, ну, естественно, 50-100 скачивает у нее всего, в принципе, ну, не знаю, думаете или нет, success это история или нет, но, мне кажется, для разработчиков в праздник каждое новое скачивает. Вот. Тем не менее, самая, наверное, распространенная программа, которая написана на Kiwi, это 2048 без Kiwi. Ну, на самом деле, если вы посмотрите, если увлекаетесь этой игрой, там, ну, куча реализаций на Android Market, на Google Play и на App Store Store, куча таких, ну, чем примечательнее это? То, что она написана на Kiwi, она, 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 наконец-то без рекламы, по той простой причине, что я писал сам создатель Kiwi, чтобы сам мужик пропиариться. Вот. 10k, 50k скачиваний, в принципе, вполне себе здорово. Единственный минус, она весит 7,5 мегабайт. Вот. Ну, когда мы дальше коснемся, размер приложения на Kiwi, это, конечно, достаточно большая проблема. И если, ну, такая же, примерно, приложушка, написанная на Яве, весит где-то в районе, там, метр-полтора, то это занимает 7,5 метров. Скажу, даже, забегая вперед, скажу, что приложение обычное, там, которое не делает ничего, там, Hello World, там, или просто открыть окошко, и оно уже занимает 6 мегабайт, там, по ПК-шке, потому что оно с собой, там, всякого несет. Собственно говоря, что такое Kiwi, да, в таком более общем представлении? Это open-source, да, это мультиплатформия, библиотека существует, там, различные выборки, как уже говорили, и она, ну, как бы, нативная. Нативная не в том плане, что вы можете использовать нативные конторчики, там, для iOS'а и для Android'а, о том, что она использует OpenGL ES2, вот. И у него, соответственно, собственный же рендер для этого и есть. Ну, ладно, ну да, в общем-то, все это, в принципе, можете, если вас это заинтересует, дальше прочесть на каком-нибудь, ну, на любом ресурсе. Давайте просто немножко пощупаем, посмотрим, как на нем вообще писать. Значит, если у вас есть Windows, то вы просто скачиваете с их сайта Portable Version, которые есть уже полностью собранные, заманленные бетонцы, всеми нужными библиотеками, которые лежат там в их же папке, то есть вы туда просто пишете код, и он у вас автоматически подхватывает, ну, в общем, там, какие-то минимальные, там, вы делаете шаманство, и у вас все работает, вот. На Linux'е все чуть-чуть сложнее. Вот, я, в общем-то, если вы используете Ubuntu, я рекомендую всем на первый раз использовать пакет, собранный для Demian, для Ubuntu, и поставить его через AppGear, потому что он зависит от, у него очень много зависимостей, в частности, от Cytone, от Pygain, ну, и, наверное, кучи еще всяких разных библиотек, то есть, в общем, могу сказать, что установить с первого раза все это на какую-нибудь Virtual Info, это задача достаточно недривиальная, это, в принципе, действительно большой недостаток киеве, то есть, чтобы на нее начать, нужно там, немножко больше времени потратить, но, в принципе, для начала так пойдет. Пример простой программы. Простой HelloWorld, то есть, сколько тут, раз, два, три, четыре, пять строчек, ifNameMain можно пустить, в принципе. Вот, получится еще меньше. Собственно говоря, все, что он делает, показывает простое окошко. Вот, если мы хотите, если мы хотим что-то добавить, да, ну, просто есть такой замечательный метод build, который должен изучать виджет. Тут нужно сказать, что вся, ну, вся, весь UI киви, он виджет-ориентирован, то есть, у него есть рутовый виджет, в этом виджете содержатся его дочерние виджеты, в дочерних виджетах содержатся еще другие какие-то виджеты. Поэтому главный апплифиш должен вернуть свой виджет, в данном случае это может быть абсолютно все, это может быть input, это может быть какая-то, какая-то картинка. Вот, у меня было вловом, перед подготовкой скачивать картинку, логотип датарта на свой комп, поэтому, слава богу, у них есть замечательный комбинат AspectMatch, который может это сделать, скачать все это из HTML, добавляем простой source и получаем на выходе замечательное окошко, но уже с нашим логотипом. Вот, все это здорово, вот, достаточно просто различные компоненты накидать, то есть, нам будет добавить новый виджет, add new виджет, точнее, просто add new виджет, и все у нас заработало. Вот, что делать, если у нас вот эта вот функция метод build, он уже начинает разносаться до каких-то невероятных размеров. Ну, соответственно, нужно что-то думать, нужно как-то это все выносить, как-то абстрагировать одно-другого, поэтому был придуман QV language, то есть, это некий явно подобный язык, который позволяет декларировать все виджеты и прочее. Вот, простой пример, то есть, достаточно схожее приложение, объявляем там BoxLoyal, пишем всякие имиджи, в принципе, все достаточно видно, выглядит чуть получше, чем в XML, чуть поменьше букв, чем в JSON, все вроде как понятно, все отлично. Вот, автоматически Kiwi смотрит на название файла, то есть, если он видит main-app, то автоматом он ищет main.kv файл. Можно заайберать. Вот, после того, как мы это все напишем, как вы можете видеть, туда же текст input поддерживает марка в размерку, мы получаем следующую картину, вот, легко и просто, вот, Python, DataArt, Fighting Club, разным цветом, молдом и наклоном в шейфтон. Далее, Kiwi вводит такое замечательное понятие, как property, да, то есть, property, это не просто обычное свойство, которое мы все привыкли в Python, а это некое свойство, которому нужно подписываться, которое есть свои венты, которое их парит, которое как-то за ними следит. Поэтому, если написать какое-то property и привидеть его к текстовому input, то, соответственно, вбивая текст в input, мы можем как-то автоматически манипулировать им в каком-то другом контроле, не выходя из нашего kv language. Достаточно удобно, в общем-то, шаг вперед, и в целом позитивно. Трансформации, все, что, в общем-то, вы придумаете, простое, с обычным UI, вы можете реализовать здесь. То есть, легко открываете тот же kv файл, вписываете там canvas, делаете rotate, ставите на сколько, ставите какие-то свойства, привет, кодировка, и, соответственно, получаете наклонную надпись по этому плану. Ну, на этом, в общем-то, веселье заканчивается в этой лекции, и начинается уже веселье от дневного рода. Что если взять и нарисовать виджет самому? Ну, то есть, все говорят, kiwi, openGL. Все любят openGL, все знают, что на openGL можно рисовать PDF, рисовать какие-то модельки, естественно, хочется это опробовать. Но тут как раз kiwi дает поддых очень сильно. То есть, если документация по всему, по всем виджетам, по различным виджетам, по их использованию, по каким-то там хорошим практикам, у них достаточно полно написано, то вот весь advanced graphics, как вот он был пустыми ссылками два года назад, так он ими, к сожалению, остался. Вот, поэтому, чтобы разобраться в этом, приходится лезть, там, смотреть, взять эти туториалы, там, смотреть примеры, как то, что сделал. Вот, и, соответственно, при помощи маленького куска кода, вот, извините за мелкий шрифт, мы, соответственно, можем добиться тем, что надпись dotart повернется у нас не просто в плоскости иксы, а что она повернется чуть-чуть вглубь. Вот, ну, соответственно, вот, я думаю, нет особого смысла разбирать. Вот, вот, если будет у вас желание написать какую-то 3D игрушку, на Киеве вы всегда можете просмотреть кучу экзамплов, а еще лучше взять что-нибудь другое, кроме Киева. Какие выводы, вот, можно сделать, исходя из Киев? Значит, его недостатки, его достаточно трудно использовать нетривиально. Его великолепно используют, кидая кнопочки на формы, обрабатывая их, делая даже какой-то мульти-тач, используя акселерометр, но вот с той же 3D-графикой очень большие проблемы, с тем же какими-то, ну, конскольными виджетами тоже, скорее всего, столкнетесь с не очень понятными рынками. Вот, достаточно малое сообщество, то есть у нас с такой ухом не так уж и много вопросов, ну, точнее, на такой ухом много вопросов, но, к сожалению, мало ответов. Вот, он действительно много весит, экзешник, для мобилок, для мобильного интернета. Вот, и если положить руку на сердце, не очень понятно, зачем вообще киеве нужен. Ну, то есть, если рассмотреть, с одной стороны, для того, чтобы делать на нем какие-то игрушки, ну, для этого есть юнитет, для этого есть еще какие-то, ну, компромиссные проявления, которые для этого больше подходят. Вот, если писать UI, ну, обычно, как бы, обычно пишут все на рекомендуемом языке этой платформы, да, то есть, если на Android, пишут на Яви, если на iOS, пишут на Object.fc. Вот, с одной стороны, непонятно, вот. Но, с другой стороны, чем хорош киеве? Киеве – это Python, вот, киеве – это OpenGL, вы все-таки можете это использовать на разные платформы, и это поддержка Android. В принципе, можете вполне легко собрать свое маленькое приложение на Android, не переходя на другие языки. Но самое главное то, что я тут не написал, у Kiwi есть какой-то магический шаг. Вот, когда пишите на Kiwi, делаете какие-то программки, вот, беситесь, вас раздражает отсутствие документации, вы как-то еле-еле делаете то, что хотите, вас он бесит. Вот, вы как бы о нем забываете, проходит там буквально полгода, и как-то плохое сбывается, и Kiwi опять всплывает в голове и просит к себе внимания. Вы всегда заходите на сайт Kiwi, смотрите, что там изменилось, ничего. Вот, что вывело снова, какие Kiwi-контесты стали устраиваться. Кстати, Kiwi-контесты, это самое главное, это движуха в мире Kiwi. Вот, примерно как-то так. То есть всегда хочется вернуться в Kiwi, всегда Kiwi издалека манит своей простотой, красотой, изящностью, ну а когда уже начинаете с ними работать, там идет уже сильный удар по лицу в виде каких-то непонятных проблем. Ну и, наконец, картинки. Вот, что мы здесь сделали? Мы вот на танке как-то посидели и решили написать игру. Маркировали танки на Kiwi? Ну, не совсем танки. Вот. Да, решили написать простенькие гоночки. Вот, нарисовали свою графику. У нас все заработало, потратили мы на это примерно, наверное, день-два, и у нас машинка ездит, объезжает препятствия, если она препятствия не объезжает. Соответственно, у вас идет и море. И на этой позитивной ноте хочу сказать всем спасибо, если у вас какие-то вопросы. Ребята, задавайте пару вопросов. Да, может быть? Тут нужен микрофон, по-моему. На, вот я так. Сейчас. Вот. Все. Угу. Привет. Привет. Вопрос такого характера? Поддерживаешься ли? Если я хочу, например, включить Bluetooth, я смогу с помощью тебя его включить? Нет. Понятно. Такие системные функции, как добавление, там, кого-то, друзья, то есть, использование, там, GPS, оно, 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 оно. собирать на ней, то есть у них там уже был приготовлен InVimer, можно было на нем все сразу собрать, но как бы InVimer тоже работал не всегда, поэтому периодически их приходилось изворачивать, но на IOS мы не собирали, но по отзывам на IOS собирается не очень. Не узнавая, не получалось. Не, ну как бы есть примеры, что получалось, но мы даже не пробовали, возможно стоит, возможно когда появится очередной приступ на старт киви, то как раз этим и займемся. Так, вопрос, как они сами авторы киви опрационируют себя в развитии, то есть понять, что тут есть какое-то основное направление, в котором они занимаются? То есть невозможно охватить все направления, что там и андроид-кодировки, IOS, и дезинтопные развивания, они выглядят может какое-то основное, то есть что они как они себя опрационируют в основную фишку? Ну, в общем, судя по тому комьюнити, что есть, у них вот сейчас основная фишка, это упор на multi-touch и его широкое эскизное использование, надо надевать. И это упор на 22 грамм. Да, да, это как бы их основная фишка, потому что громкие заявления, что у них есть OpenGA, это, конечно, не значит, что будет удобно делать 3D игры, потому что для 3D игр там, ну, по сути, обычный OpenGA, ну, только с небольшими своими отвязками. Не всегда хорошими, вот. Но, тем не менее, там, высокоурненных сущностей, типа той же модельки и прочего, здесь, к сожалению, нет. Ну, с другой стороны, кстати, он работает через VB. Я просто думаю, тебе будет интересно. А что с тобой, как бы, пока что не представляет, что там внутри? А внутри интерпретатор, питонер, сама программа и все ресурсы. Вот. Ну, на самом деле, у них, по-моему, сейчас еще они делают типа ланчер отдельный, который можно в андроюре качать себе и качать мелкие версии. Ну, он, насколько я знаю, сейчас собирает просто все вместе. Поэтому он и весь станет. То есть никаких последствий по ситуациям передать? Не, не передать. Ну, не, ну, как бы, компилить тетон на что-то нативное, ну, это, как бы, даже не тетон-вейн. То есть мы же хотим выпускать тетон, не хотим его компиливать. Что-то, конечно. Да, 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 да. Тогда такой вопрос. Там, насколько я говорю, когда я рассказывал в Киеве, там, там, в Америке мы давали использовать свои... Практически выбирали физомическую типизацию, и там даже были попытки определять переменную. То есть, там, мы говорим, там, ПА-1, такое-то, ПА-1, такое-то. То есть при объявлении даже использовали эти идентификаторы, то есть они делали статически, чтобы было проще потом переводить на это. Альтернативный ход. Или сейчас буду по правилам? Ну, как бы, численно. Приложение пишется прямо на тетоне, без всяких вот... Нет, само приложение пишется на обычных правах, без сайта. Артур, как я понял, Kiwi, как бы, файлы никак не компилируют, просто ресурсом складываем, да, если будете... То есть, каждый раз она их потом интерпретирует и отрисовывает? Ну, в общем, это случается один раз за запуск. То есть, при... То есть, при запуске... А вторичный запуск опять есть процесс продажи? То есть, где-нибудь она там как-нибудь... Результат сохраняет? Ну, у нас... Ну, я точно весьма легко. Но... Похоже нет, да? Что я видел, похоже нет. То есть, там идет обычный вызов, типа, build from source. Хорошо. Удавалось ли вашу вот эту игрушку запустить на разных платформах? Хотя бы на Windows. На Windows. На Linux не пробовали, но на Linux я просто запускал отдельный правом. Они идут абсолютно так же, как и на Windows, и на Android тоже запускают. Можно ли, работая под Linux, собрать, если будет их под Windows? А, вот это хороший вопрос. Честно говоря, я не пробовал. Ну, то есть, обычно под Windows собираю Windows. Ну, понятно. Ну, просто в такие языки, как Koolang, он уже позволяет... Работает где угодно, собирает где угодно. Киви таких вещей не хочет делать? Ну... Нет. Ну, то есть, если подумать, то, скорее всего, я думаю, что нет. То есть, так как с Windows идет уже приближенный текст для Windows, ну, странно, как бы вы заканчивали для Linux. Ну, и тут есть небольшая разница. То есть, если под Linux это можно установить тем же пакетом, если посидеть немножко, установить VIP, что он будет уже работать в Virtual End, например, то в Windows он сразу уже запахован и идет. То есть, там нет такой фишки, что вставить его куда-то. Там, наверное, обычно тоже пакет, и подцепляем его к любому участку. И последний вопрос. Артур, вот, ты посмотрел Киви, попробовал, с профессиональной точки зрения, тебе что не дало? Какой-нибудь интересный прием, подход? Профессиональный. Ну, тут на самом деле такой развернутый ответ нужен. С точки зрения применимости Киви, допустим, в продакшене, ну, это достаточно спорная вещь. То есть, ну, вряд ли какой-нибудь заказчик согласится, что мы будем там писать приложение на Киви. Только сам создатель Киви. И бетоник. Да. Ну, то есть, это как бы удел энтузиастов, и, в общем-то, весь этот доклад был с позиции энтузиазма. То есть, мы это увидели, мы это взяли, мы что-то попробовали. С профессиональной точки зрения, да, у меня есть действительно такие достаточно интересные решения. То есть, например, в системных виджетах там достаточно хорошо продумано, и у них очень хороший лояльт сделан. То есть, ну, если кто-то в свое время там велосипедил какие-то игрушки, там, на том, что это Джелли, на DirectX, то всегда фан заканчивается, когда нужно рисовать менюшки. Вот. Ну, как бы, если у вас есть деньги, вы берете ScaleFord, вот. А если нет, он пишет сами все. И, собственно говоря, ну, продумать какую-то систему, ну, в первый раз не так-то просто. А здесь нужно вполне правильно учиться и смотреть. То есть, это действительно очень удобный подход для работы с этим. Спасибо. Ну, то есть, я не вижу ничего, что могло препятствовать. О, есть. Спасибо, что рассказали. Спасибо за метло. Я вот немножко тоже Kiwi интересовался. Вот. Есть надежда, что Kiwi все-таки выстрелит или нет? Ну, потому что есть такие фриворки, которые позволяют писать там, какие-то скидовы в языках, и они, ну, есть успешные фриворки, которые выстрелят, например, там, в коронах в языках. Там огромное сообщество, платная подписка, интерфрайс-версии и так далее социальные. Есть надежда, что вы тоже произвели на Kiwi? Ну, что это же надежда? Ну, Вань, это тоже философ, философ. Ты же понимаешь, что про невероятный успех короны СДК я узнал только сегодня от тебя. Вот. Поэтому, ну, как бы все, все, все достаточно субъективно. То есть, я думаю, что люди, которые пишут, которые пишут, там, ну, я не знаю, на Kiwi участвуют в контестах, они считают, что он уже быстрый, да. Если говорить, будет ли он популярным, то, я думаю, ну, не в ближайшие лет пять, да. То есть, им нужно реально что-то, что-то менять концептуально. У них не хватает их собственной такой позиции, да. То есть, того же сейн-поинта, который выставит всех, и все стильно на них. Ну, потому что для всего остального реально уже все есть. То есть, писать игрушки, ну, есть гораздо более крутые тулы. Вот. А писать какую-то крокулаформу, ну, не знаю. Фунгау. Как бы, фунгау все используют, все клюются, но он зацепился на кирине. Ну, и к тому же нужно признать, что число питон-промиссов, оно не очень великого состояния. Держать следующее. Я как раз как человек, связанный с андроидов-загрузкой, сомневаюсь, что можно там сильно в качестве подавления его написать. На какие есть? Вот. Ну, соответственно, у меня тогда вопрос. Если не осматривали мобильную сферу, то дистопия вообще самостоятельно как-то с GTK, с T? На питоне проще или наоборот? На питоне это, да. Это точно проще, чем с GTK, там, или уж нет. Другое дело, что на дистопе есть гораздо более сильные игроки. Тот же WM, тот же WinForms. Ну, там, я не знаю. Кто-то вспомнит свинцы. Кто-то вспомнит, что есть я в WinForms. Ну, то уже будет. Вот. Поэтому тут, в общем-то, тоже достаточно такая. Ну, то есть в кире, в принципе, он попал практически. Такую впадовую ситуацию. И, ну, в общем-то, не было наступания. Мерко. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы, ребята. Все? Там махнули рукой? Так, Артур, пожалуйста, не уходи. Тебе очень сложное задание. Нужно вывести три вопроса, которые тебе понравились. Один самый лучший и, ну, вактор степени. Так, а можно я запишу что-нибудь? Уведем вам. Три вопроса. Да. Лучше. Хорошо. У кого бы из участников ты хотел бы выделить? Да, я хочу быть беспресплатным. Ну, мы выделим просто как бы… А что у меня? Вот так. Мне кажется, все. Ребята, кто поднимал вопросы? Ну, поднимите руки. Посмотри на людей, да, и вспомни какие вопросы ты задавали. Это вообще еще сложнее. Молодой человек задает очень много вопросов. Всегда. У него всегда очень много вопросов. Так, давайте мы вас попросим сюда выйти. Хотим наградить вас вот такими вот словами. Ого. Они готовы вылипнуть. Сначала призы показал, а тут устрашивали. Здорово. Спасибо. И еще два. Так, все два. Ну, короче, вопрос. Это андроидный сработ. Вот. Кто боролся андроидный сработ? Адроидный сработ? Адроидный сработ. Так, ребят, если мы не подаем их размеры… Проходите к нам? Мы вам заведем. Еще один последний вопрос. Так, давайте Иван. Иван, он сегодня открыл мне глаза на новые проявления. Я считаю, что он достал. Спасибо большое. А, да. А, да. И хотим уходить Артуна. Артур, ты вот у нас такой бетон, который точно проглотил танк. Танк находится у тебя внутри, в сердце, можно сказать, если не в желудке. Ну, хоть и печенок, это радует. Здорово. Спасибо большое за выступление. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, и мы пока готовимся к следующему выступлению. У нас сегодня, еще раз напоминаю, заплачет очень интересный, с компанией «Паргейм» из города Минск, Максим Равышников. Хочу вам напомнить, заполняйте ответки. В конце, мы проведем в лодоке, опять же, печать из наших футбола. То, напомним вам всю эту ответку. Давайте на. Спасибо. 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 Так, поприветствуем нашего докладчика Малу Бугановичу. Здравствуйте. Я каждый раз собираюсь добавить слайд про себя, но как-то раз и бывает. Поэтому я не делаю себя. Доклад у меня, собственно говоря, называется «Варгей» и я использую «Фронт» просто потому что он в общем не про «Танк». Фронт у нас «Танка», и у нас, соответственно, «Вэп» и все инструменты, которые его обсудили. Там достаточно много всякого интересного тоже, но нам интересно обычно это не рассказывать, ну просто всем интересно про «Танк». Про «Танк» уже нам интересно рассказывать, потому что рассказывать не столько, что уже просто причем у «Артура». «Танк». Поэтому… Это логальная часть. Немножечко организационных моментов. Ну, могу, окей, в сравнении тогда говорить. Если в цифрах, то в «Вэп» вам в «Варгейминге» занимает более 200 человек. Это 40 с копейками проектов. Я их, честно, пытался посчитать, но это на 40 сбился. Хранится в досье 60 миллионов выбироков. Тут я тоже на глазу, потому что уже 80. И на сайты, которые непосредственно являются там участием в «Варгейминге» в «Вэпе», его фронтовые части, да, набегаются до 2-3 миллионов уникальных посетителей, особенно, когда сервер свалился или релизер будет. Поэтому, несмотря на то, что, в принципе, в «Вэпе» таких вот внешних нагрузок, экстремальных, с которыми было бы непонятно как работать, нет. Но периодически пики возникают такие, что становится очень неудобно, когда у тебя что-то тормозит. Особенно, получается, если сложились там по каким-то причинам, ну, в смысле, одна из периферий, все набегают на форум, форум начинает тоже напрягаться, все набегают не на процентах поддержки пользователей, потому что форум сложился. Ну, в общем, такое раньше было чаще, сейчас уже практически не бывает. Но все еще случается, когда каналы между континентами, например, ложатся, тогда вроде и поделать ты ничего не можешь, но даже с этим нам еще не сработать. Это форум, это наши танчики, и вокруг них краткая выжимка от того, какие проекты вокруг работают. Ну, например, самое первое и понятное — это сервис федеризации. Есть API, которая позволяет осуществлять доступ к игровым данным в самой игре, но при этом не напрягая никак сервис. Есть OpenID Provider, который широко используется у нас. Есть Public API, который предоставляет программный интерфейс и доступ, опять же, к нашим данным в Wargaming достаточно подробный. То есть можно узнать вплоть до того, сколько деревьев игрок переехал вот на этом конкретном танке. Есть компонент кланов, вот он там. Есть рейтинговая система, которая считает довольно большое количество разных рейтингов. Есть, собственно говоря, сайты Wargaming.net. Есть игровые порталы — танки, самолеты и когда-то. Есть форумы. Есть инструменты для суппорта. Есть клановые воины — глобальные карты. Есть Wargaming.net. Есть Wargaming.net. Есть Wargaming.net. Есть такой инструмент, который здесь назначен как vehicle recovery, но на самом деле внутреннее название его полное — vehicle recovery online tool — tool, сокращен до ворот. Есть Backoffice по управлению игровыми данными, которые очень широко связаны с большинством компонентами, так как это основной инструмент, которым пользуются в том числе администраторы и суппорта. Постанавливая танчики, начисляя какие-то ресурсы, списывая инструменты, аккаунтов по обращениям и так далее. Вот. Всё это надо умножить кроме непосредственных танчиков на самолётики, на кораблики, на прицелы, на их боксовую версию. То есть это уже всё перемноженное. И ещё умножить на все наши реалны. Их 6 или 7 штук. То есть это Россия, Европа, Америка, два Китая, азиатские и фионеры. То есть это более доступный подход. То есть вот, ладно, оставим пока закадываем разработку, даже с точки зрения оперирования всего это. Большая точка. То есть я вот здесь перечислил на самом деле малую часть, я говорил там больше 40. Умножить на танки, самолёты, корабли, плейцы, гигбокс. Ну ладно, даже если остановиться на этом. Умножить на все наши реалны, это просто в Deploy получается. В Web у нас несколько сотен серверов. В Web у нас много компонентов, умноженные на N игр, умноженные на N VR. Вот получается то, что мы имеем во Gaming Web. Это вот, я вот говорил здесь всё, что не касается игр. Всё вот вокруг. Собственно говоря, хорошая игра, без всего этого не обойдётся никак. Как разрабатываются компоненты? Вот у нас точку и всё. Каждый компонент разрабатывается отдельно. Входит до отдельной команды и менеджера. Иногда менеджер есть, иногда нет. В смысле один на нескольких компонентов, но чаще команды. Компоненты друг с другом взаимодействуют преимущественно по API, если возможно. Ну и в зависимости управляются так же, как в любом пакетном анализе или два. Ну то есть, если представить себе вот этот объём, ну очевидно, что модель сервисная получается. Если представить себе этот объём монолитного приложения, на котором работает 200 человек, довольно сложно себе представить, какой у него будет релизный цикл. Раз в год сумели бы отрелизиться или нет? Ну то есть, он собирает все плановые компоненты, разрабатываются на глобальные карты, плюс вот инструмент с упортом и баки-арты, всё. То есть, это состыковать с играми надо. И умудриться разложить такой, например, в своём таймвайне тачки вместе от других видов. Фактически нереально. Если же рассматривать всё-таки с точки зрения сервисов, то получается, что сервис авторизации можно делать отдельно. Планы можно сделать отдельно и обеспечивать контракт между ними в виде API. Тогда их, соответственно, и релизить можно по раздельности. А отслеживать зависимость можно ровным счётом, как пакетный марш. Просто поверсим и следить, и тестировать свой следующий релиз, соответствующим релизом других компонентов, на которых ты зависишь. Это, в общем, решает. У нас фактически каждый день происходит какой-нибудь релиз, чего-нибудь. Учитывая количество регионов реалов, то за день релизится пакет из 3-4 компонентов. Ну, минимум, наверное. Некоторые компоненты не просто управляются как в любом пакетном менеджере, они представляют из всего пакеты. Ну, то есть просто в наши собственные пайты заливаются пакеты, и вот они туда раскатываются по реалу. Как бы и всё. Некоторые просто должны быть зависимостью. Дальше. Ну, это была организация немножечко технических вещей. Пакет разработки компонентов. А, у меня тут продвигировался слайд. Технологии, которые используются. Python, очевидно. Ну, очевидно, хотя вот потому, что в сервере, но в питонах приедет много питона, и когда в объеме, чтобы маленькая компания, а данщики были маленькими, то логично предположить, что когда понадобились вебовские инструменты, а внутри были действительно питонисты, то, естественно, выбрать питон для вебов. Но почему нет? Опять же, джанга. У нее примерно та же история. Про админочку в вебе вспомнили уже позже, и надо было сделать очень быстро, там за недельку или за две. Взяли джангу, как наиболее подходящий для таких условий инструмент, когда надо быстро сделать что-нибудь, что позволит соединять с другими плавами каждый раз, управлять это с помощью какого-то инструмента. И это удалось сделать на джанге, это хорошо работало, и это, в общем, переросло в то, что сейчас называется букьяр, он все еще на джанге. И сроки, собственно говоря, вписались, когда никто это не начавал по этому поводу. Поэтому джангл зарекомендовал себя как хороший инструмент, надежный, и который решает задачи, которые возникают в выпуске. В общем-то, после этого, с такой репутацией внутри варгейн, джангл начал использоваться практически везде. То есть даже если компонент представлял себя просто каким-то данным, то там в 100-средней вероятности использовалась джангл. Это, в общем, может показаться не совсем логичным, потому что джангл, в общем, не совсем для этого. Но, как известно, когда в руках молоток, все проблемы как-то с гвоздями. И вот с джанглой был именно такой молоток. Ну, типа быстро, незатейливо и работает. Быстро в смысле разработки. Но кроме джанга у нас появился Falcon, был и продолжает быть twisted. Ну, в общем, из основных проемников более-менее все. На Falcon сейчас делаются те проекты, которые в большей степени представляют из себя API. И HP весьма удобная для этой задачи штука. В целом, потому что он, в общем, спроектирован так, чтобы выйти API. Рестовый API даже если конференит. Плюс к этому он конференится с Icon, и за счет этого Icon практически не виделся. Я последний раз, когда замерял приложение API, вот в трех конфигурациях замерял. Когда Falcon компилится с Icon, приложение, самое которое пишется, не компилится. Когда не компилится ничего, и когда компилится не только Falcon, но и основное приложение. Так вот, разница между тем, когда Falcon скомпиленный и Falcon не скомпиленный, достаточно существенная. А когда сверху еще копили свой, приложение уже не очень существенное. Просто потому что у самого приложения основное время уходит преимущественно в I.O. Ну, в баг уже всего I.O. А накладные расходы на фреймарк, они нивелируются скомпилированным сайтом. Ну, то есть, плюс достаточно эффективная сервизация, сервизация, не сервизация данных. Получается, что практически накладные расходы, это просто, ну, они очень малы, и время не тратишь на логику и на общение с инструментами. Это отчасти тоже ответ на то, не возникает ли дополнительных расходов при организации разработок по сервисным моделям. Ну, то есть, даже нужно данные выключить их базы, потому что нужно их сервизовать. Нужно передать по сети, наверное, их сервизовать, и потом с ними работать. На самом деле нет. Верхфайды не такие большие, чтобы можно было, чтобы это было нерешаемой проблемой. Дальше из инструментов. У нас еще и LAN, например. На нем мало достаточно компонентов написано, но все-таки есть. Система управления банами на нем, общий чатик на нем, но чатик — это большой компонент. На нем также еще, по-моему, кто-ли партнер, кто-ли платеж на заплате вообще. Есть Moist-Key. Moist-Key — хороший, надежный, стабильный инструмент. Кстати, станки работают на Moist-Key. Есть PostgreSQL. PostgreSQL — тоже хороший модельный инструмент, тоже хорошо работает, и сейчас, если сталкивают новые какие-то практики, то преимущественно PostgreSQL. PostgreSQL — просто потому, что в нашем профиле работы послез удобнее в управлении и в обслуживании. Ну, иногда нам нужны компоненты, которые есть только в подгрессе. Вот здесь, например. У нас активно используется RabbitMQ, broker-HTK. Мы его используем по протоколу MyMPP. Он используется настолько активно, что я вам его сюда. Дальше расскажу, как использовать. Ну, это очень достаточно простая схемка того, как может происходить взаимодействие в BigWorld. Это движок, собственно говоря, основа для всех наших игр, поэтому здесь нарисован именно сам движок, а не конкретная игра. Ну, например, при аутентификации он PostgreSQL вызывает сервис аутентификации. Тот ему чего-то отвечает по поводу того, потому что, да, этого визера можно пустить. Нет, нельзя. Или он добавит. Также, если это запрос на регистрацию, он может отправить вам какое-нибудь сообщение на портал, по поводу того, что, вот, у меня новые пользователи заряжены прочими на форуме, например, или еще что-нибудь. Сам портал по HTTP может через GameAPI спросить чего-нибудь у игрового сервера. GameAPI, он не прямой API, он накапливает у себя данные, предварительно их обрабатывает и денормализует на самом деле, потому что внутри игры они хранятся в очень запакованном виде. Ну, очень. Ну, то есть, в общем, достаточно все, как бы, просто и понятно. И если бы не одно небольшое но. Поскольку компонентов больше, а я нарисовал здесь еще меньше, чем было на предыдущей картинке, то граф вот таких вот обращений и связей, будучи нарисованным полностью, на стенку не влезает, как пробовали. И через буквально полчаса после того, как начнешь пробовать, возникают проблемы с тем, чтобы расположить стрелочки. Потому что они уже переплетаются просто в вот эти камеры. Пыши. В общем-то, большой проблемой в том, что картинку нарисовать сложно нету, но проблема есть с точки зрения оперирования всего этого. Ну, то есть, надо помнить, девелопереперейшн инженера и админом, где что задеплоено, как работает, на какие конкретные инпоинты нужно настроить, как конкретно мониторинг включить. Сам по себе дашборд мониторинг за то, что здоров, здоров, здоров. Скрив на стенку выводится. И так далее. И у нас какое-то время назад участились немножечко случаи, когда у нас проникают просто ручные ошибки. Забыли перезапустить поркер, развили не на тот сервер, не включили ногу в балансинг и так далее, и так далее. Ну, то есть, ничего смертельного неприятно. То есть, довольно сложно этим стало управлять, это стало очевидным. Но, пока так или иначе, вот эта картинка иллюстрирует некоторые вещи. МКП и Http E5 – основные способы взаимодействия компонента. Паттерны могут быть следующие. Синхронный запрос-ответ. Синхронный запрос-асинхронный ответ. Ну, в смысле, по Http мы спрашиваем чего-нибудь, сервер говорит, окей, я принял, отвечу, синхронный говорит, и уже по Http синхронно отправляют данные. Ну, то есть, это позволяет, во-первых, организовывать в очереди, во-вторых, не блокировать сервисы, вызывающие. Отправляются данные. Взаимодействие, как из картинки видно, не всегда упорядочено. Еще один слой нарисовать, здесь будет вообще страшный контент. Есть у нас такие истории, когда один компонент выходит в базу Google. Ну, то есть, это такой своеобразный контракт, опять же, структура таблички. При этом, опять же, становится сложно этот компонент развивать, которому поднимите в баг. Например, у нас есть вот веющий случай, когда мы деприкейтим базу одного из компонентов, мы можем угробить уже полгода, просто потому что у нас все еще есть потребитель, который туда ходит за такими-то данными. Поэтому мы, получается, вкладываем этот компонент, вкладываем данные не только в новую хорошую схему, которая специально разработана для того, чтобы эффективно обслуживать тот запрос, который есть, но и в старое деприкейт хранилище в виде здоровенных джейсов документов. Таким образом, мы сейчас берем за собой полтерабайта данных, просто потому что компоненты еще не научились ходить в новую опыщу, и в год не должны. Полтерабайта у нас вот так вот болтается. Учитывая, что при наших профилях нагрузки у нас почти всегда все базы, все данные лежат в памяти почти всегда, то это вот считается полтерабайта памяти. Меньше не могу, не суть важно. Больше полтерабайта данных игроков. Это вот как раз фактически тот самый кейс, когда вот они раздублированы. Ну и парочку циферов, исходя из пикового онлайна в миллион сто сто пеймеров. То есть вот это все выливается в полуку с полторы тысячи логинов в секунду. Как я говорил, все это напрямую приходит в сервис авторизации, в которых жанра приложения отличается 1500 раз в секунду по поводу можно и тому пользователю дойти и не тебя. Проверяют баны и все дополнительные вещи делают. Регистрация выдает атрибуты и так далее. Опять же исходя из изначальной установки, получается, что больше чем 100 боев заканчивается в одну секунду. А окончание боя это триггер для сразу нескольких событий. То есть нужно отправить данные наружу по всей технике игроков, которые играли в этом бою. То есть это 30 танков. То, что за этот бой мы играли, нужно слить в реализационные группы на хранилище, чтобы все остальные сервисы могли к ним обратиться. Ну и все это выливается опять же в более чем 3000 игровых событий в секунду. Даже только на самом деле, если вот 100 боев умножить на 300, получается уже 3000. А там происходит еще дополнительные беги. Ну то есть если опять же вернуться к этой вот несчастной схеме, то данные по ней летали не раз в полгода, а постоянно и полным потоком. То есть управление инфраструктурой для админов и development operations, оно становится в том числе кое-где проблемы. Ретность, пропускная способность и так далее. То есть это все нужно планировать. Для этого нужно знать, как компоненты где взаимодействуют и работать. Но, тем не менее, сейчас это все работает. Работает хорошо и с запасом. Мелкие проблемки, если они возникают, они возникают локально в каком-нибудь компоненте, соответственно, могут быть достаточно быстрых решений. Если, ну то просто, например, перекидывание ангелеза, если это проблема производительности. Или перестановка сервера и стойка-стойка, ну в смысле перезаливка сервера на другую стойку, если эти проблемы там в сети, например, ее можно переключить на интернет. Но, опять же, чтобы все это развивать, у нас есть определенные технические планы. Я опять напомню эту несчастную картинку, просто для того, чтобы показать следующую. Следующую, это на самом деле точно такая же картинка, как и предыдущая, просто по любому перерисована. Все вот наши данные, которые гоняются, они на самом деле представляют из себя, в 90% случаев отражают те или иные события. Соответственно, их можно впихнуть в нечто предназвание мы вверх баксов. А те вызовы, которые у нас происходят с HTTP, или там более или менее синхронные, обращаются к каким-то офишечкам вниз, и их мы, соответственно, запихнем в сервер баксов. И, будучи представленным таким образом, у меня появятся стрелочки со всех. Ну, ладно, важно. Картинка, соответственно, может масштабироваться на бесконечности. Ведь ее можно так разрисовать до конца и все. Это не значит, что мы сейчас будем переделывать все, именно реализовывая событийные и сервис-машины в виде какого-то санта. Кстати, вопрос. Кто помнит термин ESB? Enterprise Service Pass. У меня память такую же жизнь? Ее даже помнить не надо, потому что она достаточно модная, в интерпрайс-отвержении часто подойдется как серебряная пуля. Так вот, Enterprise Service Pass. Суть его состоит в том, чтобы с помощью какого-то волшебного софта, который вот в шина, уметь склеивать совершенно любые сервисы. Ну, например, у меня есть сервис, написанный на Ruby, который работает по xml-рпц, у меня есть сервис, написанный на бетоне, который выставляет рейтинг. У меня есть еще что-то, написанное на Go, с вероятностью, которое тоже хочется сюда. Так вот, ESB должно уметь, без доработных сервисов, просто сконфигурируя конкретные сервисы этой конкретной машины, уметь транслировать вызовы какие угодно в какие угодно. То есть, если я говорю, что у меня есть, я хочу спросить у того вот xml-пц-шного сервиса на Ruby, и, не знаю, досье игрока, то и спрашивают посредством вызова, я не знаю, из java, pr.mei, например, еще как-нибудь, то моя шина должна мой вызов преобразовать вызов, который понимает этот сервис, получить от него ответ, вернуться на родину и отдать ему. Ну, как бы, вот какая-то волшебная штука, которая делает всем хорошо. Ладно, для этого... Ладно. До этого, на самом деле, существовала такая штука, как Sonic MQ. Вот именно она вела термин Enterprise Service Bus. Она длинная история, немножко грустная. Потому что про Sonic MQ никто не знает, а по сути он представлял себя просто против очередей. Неважно. Так вот, сервисная субъективная шина. В нашем понимании они сущности скорее логические, чем софтовые, потому что софтовым образом объективно это не очень решается. Ну, то есть яркий тому пример ESB и судьба Sonic MQ. Окей, если ESB это больше относительно сервисные шины, то событий, шины, шины, в общем, все немножко проще. Я уже упоминал, что у нас очень много чего гоняется по MQ, в частности через RabbitMQ. Так вот, вот это много подразделяется на две большие принципиально разные категории. Первое, это события, которые происходят прямо сейчас, для нас не важна последовательность, с которой они прибудут. Ну, то есть, если мы получили экспорт аккаунта игрокам из игрового сервера, но по какой-то причине пропустили это сообщение, не поймали, то когда он в следующий раз произойдет, мы получим новое консистентное слияние, ну и все, наверное. Таких событий большинство, на самом деле. Просто потому что они происходят очень часто. И второй тип событий, это когда сообщение образуется своеобразный commit-log. То есть нам для того, чтобы перейти состояние A в состояние B, нужно все промежуточное состояние в какой-то порядке применить. То есть персистентные штуки, их нельзя терять ни в коем случае надо логить. Ну, окей. А, наверное, на этом чуть дальше. Так вот, все это заглавлено имя Event Driven Soa, то есть событийно управляемая сервис-ориентированная архитектура. Это своеобразный басборд, очень популярный, его мы все слышали, наверное, но опять хотелось бы напомнить старый-старый термин. Ну, если ESB не слышали, то, наверное, Корбу тоже не слышали, да? Корба еще вот старее, но она по сути как раз вот Event Driven Soa. Ну, то ладно. Про RabbitMQ. RabbitMQ идеально подходит как раз для кейсов, когда у нас есть много-много-много событий, которые надо прогнать быстро-быстро-быстро, ну, и бог с ними, если что-то потерять. Потому что он... Ну, кстати, у него в слогане написано messaging that just works. Ну, то есть, месседжинг, который просто работает. Он достаточно гибкий, в нем можно настроить маршрутизацию как угодно, ловить что угодно, у него есть federated exchanger, то есть можно через континент, в принципе, перегонять, шоу настроить. Но у него не только и AMPP, если у него есть куча протоколов, включая STOMP. Ну, им преимущественно неплохо. У него хорошие клиентские библиотеки фактически для всего, для Python, для Erlang, для PHP, и все подряд. Если сильно припьет, можно написать платин, который будет делать все, что надо. Ну, хотя ни разу не пришлось. Для второго типа наших событий, которые персистентны, мы сейчас очень активно тестуем такую штуку, как AMPP. Который, по сути, представляет изначально то, что нам надо, определенный commit log. Вот. То есть это, в общем-то, брокер сообщения, но при этом он организован и построен, работает как commit log. Мы в него отправляем сообщение, он мгновенно попадает на диск. При этом его можно настроить фактор рефлюкации, чтобы он попадал больше, чем в платномерах. И, фактически, когда он на диске, с этим сообщением уже никуда не денется. Мы все равно прочитаем. Быстро, и за счет того, что он очень хорошо умеет писать на диск, работать с диском, он это делает эффективно. И, в общем, сотни мегабайт первая трафика на ноду без вопросов. И масштабируемый в том отношении, что у него и репликация, и профессионирование вполне себе работают с характером. То есть, если скомбинировать RabbitMQ и ApoH-кравка, в нашем случае, это практически полностью решает нашу проблему, не проблему, а нашу задачу по организации шины событий. Но, поскольку RabbitMQ у нас и так очень сильно и активно используется, то, фактически, организация событийной шины – это небольшое переконтикурирование. Организация сервисной шины и в тесном взаимодействии с событийной шинами для того, чтобы решить как раз ту самую проблему по поводу управляемости всего этого. Мы собираемся решать с помощью управления конфигурацией. Еще небольшая настроечность, скорее, к нам, не прямо во всю штуку, а в тот инструментарий, который оперирует Deluxe и Admin, который позволил конфигурацию управлять интервью-зоном. То есть мы просто описываем наш сервис, наш сервис, его зависимости и сопоставление endpoints, раскатывание по нужным нодам, на нужном расстоянии хопа, в смысле. Оно произойдет, в общем, автоматически. И при изменении конфигурации у какого-то одного сервиса она автоматически раскатится по всем нодам. Не возникнет ситуация, когда забыли обновить какую-то ноду, просто потому, что она не была описана в документации из-за того, что ее добавляли рашем ночью, из-за того, что сервис притормаживал. То есть, в общем, не будет. И это решит проблему оперирования и решит проблему большего разработки. Потому что будет понятно, что ты фактически вместо тон конфигов у каждого компонента останется, в общем-то, один. Где найти сервер конфигурации? Все. И все остальное она получит прямо с него. Каким образом это все будет планируется делать? То есть, устраивать компоненты веб примерно вот так. Для гинтовой шины использовать rapid-капку. Для сервисной шины фактически оставить все, как есть, только добавить конфигурацию. Возможно сделать некоторые фасады просто средства металлургинга и мы все-таки объединить нескольких нескольких афишек в один n-point. Ну, условно. Но, если иногда удобно, но в такой критической роли не все. В общем-то, на этом более или менее все. Вы уже зевать даже начали. А что я как-то очень нудно говорю? Не важно. Ладно, перед тем, как будут вопросы, хочу сказать еще осталось. Такую вещь. Я упоминал Compact API компонент. Это штука, которая предоставляет данные к нашим внутренним сервисам. У него есть достаточно объемная документация с примерами и так далее. Вот здесь вот находится. Можно сделать много чего интересного с помощью этих вещей. И более того, сейчас у нас запущен конкурс Wargaming Developers Content. Когда будет что-нибудь, можно будет закрыть еще много на конкурс и выиграть суммарно ну, много всего. Ну, голда и Type 59 обязательно. Плюс там еще денег дают. Вот. Призовой фонд, если я не ошибаюсь, там тысяч 80, наверное, долларов. Вот. И регистрация работы на этот конкурс с самого 15 августа. Причем можно регистрировать на конкурс не только работы, можно даже просто идей. Соревнования идей тоже будет. Можете поучаствовать. Я специально добавил тоже такой слайд про это самое. Я думаю, я хотел еще один про конкурс запишу. Там действительно много всего и довольно интересно поковыряться по внутренностям данных в тех же танках. Там самолеты есть, инспортизи есть, там рейтинги есть. Ну, там, короче, очень много всего. И большая часть двухсторонних ресурсов и модов они используют именно это. Ну, а теперь, если кто не уснул, тогда... Ну, кстати, да, много спрашивается про танки. Наконец-то так. Кто-то я лечу? А вот. Да-да-да. У меня вопрос не про танки. Я вот у вас зацепил рейтинги. Интересно по этому вопросу. Какие кейсы, в итоге, необходимость разработки на рейтинги? И, в общем-то, какие преимущества по отношению к танцевым музыкам и к танцевым возможностям реализации этой дороги? Ну, во-первых, мы довольно часто пробуем различные вещи. Ну, то есть, новые, не очень новые, просто другие. Для того, чтобы не оставаться в узком скомпе, а всегда иметь и знать, что мы делаем по бокам. Второе. Использование Ирландов было вызвано тем, что, в частности, в питоне нам очень мешал билд в некоторых случаях. И его фактически однопокоит. Ну, в рамках одного игрок, да. То есть, выполняется только один процесс в одно и то же время. А были задачи, которые... Которым это было очень неудобно. Ну, очень неудобно. Из разряда той же самой части. И, наверное, поэтому... А, ну, ладно, про чатик тогда я расскажу. Получилось как? Ну, взяли EDGD с известным платным сервисом. Когда мы в него впустили наш объем, он, по-моему, уже на 100 тысячах даже раньше. Мы спросили у разработчиков. Они говорили, да ладно, ну что, ну не для этого маленькие чатики сделать. Вот. Ну, пытались его попилить. Ну, основная проблема на тот момент была в том, что на каждой коннектной держался 16 кг памяти. Ну, то есть, при нашем миллионе это получается, ну, вся память просто как коннекта, она вообще не принялась. Вот. Мы попытались его расковыривать для того, чтобы уменьшить этот все принц. У нас чего-то получилось. Мы догнали, ну, довольно много, но потом уходились окончательно. В итоге весь чатик переписали с нуля, но уже с разгону на Ирланд. Вот. А пока мы всем этим занимались, понятно, с Ирланом мы поднакомились ближе и поняли, что для некоторых наших кейсов он весьма уместен. А поскольку у нас ничего не держат, ну, то есть, у нас суммарно во время сейчас 300 копейками тысячи человек. Во-первых, столько тонких программистов в принципе нету. Ну, в зоне досягаемости. Ну, они, правда, не все программисты, конечно. Меньше половины, но тем не менее. А во-вторых, они завязываются же все время на одну технологию. И если какой-то инструмент подходит для задачи лучше, то почему мы не используем его? Мы уже используем разные пассы. Я, кроме питона, что мы еще используем кое-где Java и D3. И, опять, почему бы и не в банке. Какие-то задачи он решается очень хорошо, очень удобно. И для некоторых этих задач мы используем в банке. Мало. Мало. Мало, во-первых, потому что эрланкистов по идее еще найти. Во-вторых, у нас не то, что такой большой спрос на вот эрланг, ну, конкретно на эрланг программистов, но он есть. И пока это такой более или менее пробный заход, ну, то есть, подходит нам инструмент, нужен, не нужен. Таким у него, если бы развить, то больше нет. Но факт саты в том, что он есть. И сейчас есть, теперь, нечто рекрозное. Ну, все свои силы не делали, да? Без отсора, что сказали. Ну, и как же было без отсора? У нас? Какие? Так, что ты делаешь? В плане эрланга. В плане эрланга? Ну, пока да, у нас. Ну, поскольку это, как бы, дать технологию, то пока у нас, ну, вполне возможно, что возникнут в городе просто на ухо. Спасибо. А чат по-прежнему на XMP работает, и приписано вообще на XMP. Да. А еще вопрос, когда вот централизованное управление конфигурацией, которое предлагается в качестве решения проблемы. Да. Мы его влагируем в сайт на сайт или что-то готовое? Скорее всего мы возьмем что-то из наиболее близко подходящего к нашим целям и это сделаем для того состояния, которое нам нужно. Нам просто, скорее всего, понадобится дополнительная интеграция с некоторыми нашими инструментами и процессами, которые out-of-the-box не смогут произложить ни один по этому, потому что он достаточно эксклюзивный штук. Мы вообще не очень любим писать вот все с самого начала, поэтому стараемся найти что-нибудь максимально нам подходящее и довести его до тех требований, которые у нас предлагаются. А еще один вопрос как раз по поводу взаимодействия как аккомпанией и сервисов. Вот ты говоришь, что некоторые сервисы, не то что сервисы, а читают с базы. Это просто наследие такое? Это очевидно наследие, при этом часто случается так, что он читает запишки всех остальных, а вот к этому все еще ходит в базу. Это, разумеется, наследие, потому что когда все это росло, то есть многие компоненты, они разлетливались, отпочковывались друг от друга и отпочковывались не всегда гладко и удачно. То есть иногда оставалась такая зависимость, ну я не хочу себе держать копию вот этих данных, я скажу, бабы со мной рядом дают. Ну, как-то так. Но от тренда, естественно, идет в разделение в общение по тем или иным API и в управление зависимостью. Спасибо. Есть ли ярко выражен во всей архитектуре звездный компонент, без существования которого вообще никак ничего шевелиться не будет? Сумблпоинт в фейл, в смысле? Да. Ну, сервис лптификации, наверное. Без него... Ну, те, кто играет, они там продолжат? Да, они продолжат. А те, кто играет, да? То есть это самый явный, который может очень много насалить, да? Ну, то есть если... Во-первых, при всем желании уложить инфраструктуру, что вебовскую, что танковую, просто не получится. Это не получится ни сложить ни одну, ни две, ни пять, ни десять произвольно выбранных машин. Но если говорить про вывод из троя компонентов целиком, то, наверное, наиболее болезненным будет сервис лптификации, потому что от него зависит и в OpenAz и логин в игры и так далее. Ну, то есть учитывая, с каким рейтом логинятся в ту самую игру или на порталы, то да, самая болезненная будет сервис лптификация. Хорошо. Есть ли в API такие ситуации, в API-вызовах между компонентами, они все иной раз, ну, в общем, иной раз неопределены. Это асинхронно, асинхронно. А нужно ли делать, обводить какую-то внешнюю транзакционность и делать робот, робот? Пример такой. Из досье игрока надо взять его какое-то значение, на стороне рассчитать это значение и в досье обратно это вернуть. Скорее всего, если вы хотите сделать вот парк, то здесь уже есть архитектурный дроббэк и вот то, что вы посчитали, вам не надо возвращать в досье, а накапливая скорее в каком-то своем сторожке, как, например, рейсинг. То есть, когда такие ситуации возникают, складывается отдельно, раскладывается, а он все централизованно, спокойно пишет один. Как правило, у нас это, ну, во-первых, транзакционная логика между размазанной по API, когда надо заворачивать все это в какие-то условные виртуальные транзакции, это сильное упражнение системы, оно сильно не приветствует. Оно сейчас есть в одном месте. Оно связано с тем, что, чтобы этого не было, нужно игровые сервера, логику их развернуть с мастер на слейвис, то есть, делать игровые сервера с лейвом. На это уйдет время, и раньше зимы это никак не появится, даже раньше следующей весны. А сервис нужен уже сейчас. Поэтому сейчас есть одно место, где есть виртуальные транзакции поверхного того всего. И то они… Свой дают? Они транзакции не между конкретным сервером и API, они скорее между компонентами, которые взаимодействуют, которые синхронизируются с табелью двух серверов. Иногда приходится руками подправлять? Он еще не отрелижен этот сервер. Хорошо. Для меня страшно даже представить, как зависимости ведутся. Вы сказали, что как обычный пакетный менеджер. Я почему-то представить не могу. Могли бы еще раз пример? Например… Окей. Например, 50 компонентов. У каждого сколько-то зависимостей. Нереально страшно. Теперь приписуйте к этому то, что я говорил в начале. На каждом компоненте занимается отдельная команда. У компонента два, три, ну четыре зависимости. Ну что, они не смогут проследить за членами зависимости. Им нужно знать ровно две вещи. Какая версия сейчас и какой контракт у него. Ну зависимость. Какая версия будущая и какой у него контракт. И когда релиз. С этим прекрасно справляются проектный менеджер. Хорошо. За исключением права. Ну это всегда может случаться. На самом деле там есть сверху еще две-три точки контроля. Поэтому она мне никак не проедет. Опять-таки много компонентов. Как они документируются? Как понять командам разным? Какие API мне надо использовать, чтобы добиться нужного результата? Это созвон или можно документ какой-то посмотреть? Есть фактически все, что нужно знать про внешний компонент и его контракт. Описание API. Оно делается более или менее системным образом в RTD. Read the docs. С локальной установкой. Который собирается из кода. То есть делается специальный restructured текстформат в файлах. Которых описывается от пишущих. Они все с долдом собираются на документейшный период. Это не при всех компонентов справедливо. Которого кто-то описывает. Ну то есть в RTD описано довольно скудно. Ну тогда можно встать, поднять жопу и сходить на соседний этаж и гнать. Хорошо. Еще вопрос такой. Насколько понимает такую огромную систему, целиком взять перед релизом протестировать нереально, да? Нет. Нереально. То есть вся надежда на контракт и правильность выполнения этого контракта. Нет. Нет? Нет. Надежды нет. Смотрите. Всю систему целиком тестировать в общем-то не нужно. Просто потому, что нужно протестировать самого себя. Смотрите. Ну то есть это сразу несколько слоев. Во-первых, хедитест. Во-вторых, киэй. Во-вторых, автомейшн тест. Да. Второе. Нужно протестировать себя плюс соседние компоненты, с кем ты взаимодействуешь. Правильно? Соответственно, это уже просто автомейшн тест, который регулирует хедит. Но нужна площадка, где ты сможешь развернуть себя и всех соседей и протестироваться. Прикол в том, что у нас всегда есть полностью две площадки, в которых повторена фактически структура взаимодействия всех сервисов. Первое, это стабильная версия стейджинга у всех компонентов. И второе, это транковые стейджинги. То есть там развернуты текущие девелоперские. Ты можешь настроить вот конкретный свой стейджинг на те версии компонентов, которые тебе нужны и запустить на них интегрейшн автоматические тесты, которые тебе скажут, если где-то беда. Хорошо. А учитывая, что это сделаешь не только ты со своей стороны, но и тот, как понять, с обратной, то с большой долей вероятности все будет хорошо. И еще после релиза смог тест. Вот после того, как этот релиз, здесь проверяется, все ли хорошо там работает с тропщиками IP. Без мониторинг. Это большое спасибо тебе стало понятно. И последний вопрос, если не секрет. Опять-таки вот этот сервер конфигурации тоже готовых, четких решений я на самом деле не знаю, но присматриваю все к тому, что предлагает CoreOS. ETKD. Просматривали такой вариант? Если не секрет, то… Мы перебирали десятка-два, наверное, различных вещей. PCD там тоже был, но я не помню результатов, в чем мы принимали итоги, в результатах его исследования, еще мы принимали решили. А в целом CoreOS как-нибудь присматривались? Docker, Linux, Container? Это как-нибудь? Да, но это немножко другая история. Windows, Container и Docker, и все-таки администрация, и такая прочая штука. Это чуть-чуть другая история. Смотрите, у нас есть фактически два уровня, где работает он с аппаратным исключением админы, которые, а, раскатывают новую железку, раскатывают на нее операционку, там устанавливают все движения, все пакеты резинов и так далее. И второе, когда разворачивается компонент на эту железку. Вот. Компонент ничего не будет знать даже в случае… Соответственно, забота о том, чтобы все зависимости компонента были удовлетворены, ну, предварительно, да, чтобы все там пакеты операционные стояли, нужные, и библиотеки, и бинзинги, да, это уже забота предыдущего шанса. Вот. Если интересно, у нас сейчас используется Centos 5, постепенно мы сейчас переезжаем на 6 и хотим переехать на 7 дальше. Centos, в частности, во многом определяется тем, что его официально заявляют в поддержку многих производителей железа. Это важно, потому что когда у тебя несколько тысяч серверов, у тебя каждый день что-нибудь ломается. И поскольку все это с производителями железа выливается в очень плотное взаимоотношение с производителями железа, важно, чтобы у тебя те операционные, которые работают на этом железо, были с сертифицированы. Мы очень долго пинались с HP, когда у нас ни с того ни с сего репуталу стачек. Даже несколько. А у HP, если знаете, есть такая хрень, называется ILO. Она подключается над железячным образом и позволяет удаленный доступ получать терминал, даже когда, ну, значка не запущена, как можно физическому терминалу удаленно получить доступ. И вот это все решение начало происходить после того, как обновили прошлых ILO. И мы личным образом предположили, что это с этим связано, и отправили в HP. И мы говорили, фиг там, у вас тут вебем не сертифицировано. Это все из-за него, разбирайтесь с ним, в кинале с учим домом. Это прецедент, который в том числе утвердилась в выборе синтоза. Спасибо. Нечестно. Последний вопрос. Да пожалуйста, у нас реально еще нет. Ибо меня не простят. Так много разработчиков. Open Source что-нибудь получил? Вклад какой-нибудь был сделан? Не считая баги. Вопреки распространенному мнению. Компании, которая чего-то делает, отдать в Open Source что-то стоит определенных усилий. То есть нельзя просто взять вот наш какой-то кусок кода и отдать. Ну вернее можно, конечно, но он никакой ценности внести не будет. То есть для того, чтобы отдать чего-то сообществу, нужно, во-первых, изолировать компоненты, убрать оттуда биндинги к нашим внутренним вещам, которые, во-первых, сообществу ни к чему, во-вторых, дисплосят некоторые наши стыки, возможно, которые бы не хотели бы совпадать. Подождите, я же отвечаю на вопрос. Соответственно, системно этим у нас никто не занимался до недавнего времени. То есть определяем тех вещей, чего можно было бы отдать, чего кандидатно отдать. Бакетирование этого, то есть убиранием всего ненужного кода, оформления, зачистки и так далее. С недавнего времени у нас там появился публичный депутат на гитхазе, куда мы потихоньку складываем кое-какие вещи. Свои и не совсем свои. Например, мы патчили несколько иландовских библиотек, ну, то есть там, где лежит наш корпус, который на эти патчи есть. Несколько своих вещей, в том числе административного плана, в том смысле, касательно работы с железом, раскрасывания массового образа или системы деплоем, это тоже постепенно там появляется. То есть сказать, что что-то суперценное, что спасет сразу все человечество, что-то делает, да, делает. Спасибо большое. Спасибо. Еще есть вопросы? Какие английский баг работают? Да. Можно еще один вопрос? Какие у вас есть тема культуры? Вот тут у меня есть некий Wargag. Что это? Wargag – это ресурсик, на котором, типа, танкового, самолетового, корабельного бортлога. Ну, то есть там, картиночки, ремешные, цитаты, да, стараются. А еще один вопрос касательно деплоемента. Не укрались ли скорость деплоемента? Здесь все быстро происходит? Скорость деплоемента где? Закачать фото, вернуть, запустить, или скорость деплоемента, когда нужно сделать большую-большую миграцию, ну, большую-большую байс? Ну, в принципе… Скорость деплоемента, закачать, раскатить файлики и запустить, не одну упирались, понимают право, ну, не больше нескольких минусов, но вполне приемно. В миграции, да, упирались все, кто работает с базовыми данными традиционными. И централизованного подхода серебряной пудрой не существует, как в нашем случае, так и в другом. Инструменты… Я бы говорил, там все работают на MySQL. Инструменты онлайн-изменения схемы, а для перпоновских или еще каких-то у нас не работают, просто потому, что у нас рейд запросов такой, что они не успевают туда вклиниться, чтобы триггеры поставить. Есть у нас допиленные напильником, как обычно, инструменты, собранные в компиляции часть перфонов по входу, часть нашего собственного, часть дополнительная интеграция, которая позволяет это сделать станковыми соревнованиями, с другими базами из разряда форумских, там немножечко другие вещи, которые делают похожего порядка, но, опять же, серебряного решения не получается, потому что есть свои специфики. На форуме, например, если специфика танковой базы такова, что там очень большое чтение, но очень сбалансированная запись, то есть она собирается в очередь, и страдится, и начинает записывать по строго регулируемому отличному запросу. То форма, то беспорядочная связь, и там по другим причинам не получается пользоваться эти инструменты, то есть приходится их адаптировать. Вовлекаются в это и разработчики из разряда сделать так, чтобы ваш код работал с сатарой и с новой версией базы, чтобы они могли играть модами, и представлять их вот так, получение первой базы. Мы постепенно мигрируем все. Миграция может длиться долго, но при этом пользователь этого не замечает. В этом смысл основания. Спасибо. Или на слайде вспоминания про амплайнскую группу, где состоящие, вы меня и смотрели, в основном, на свои решения. Вовлекание. У нас где-то есть уголки Монго. А для чего? Пицца, наверное. Почему? Вчера вечером я читал статью Хабровскую, она называется очень провоцирующая, выживающая, никогда-никогда не использовать Монго. про то, что какая модель данных идеальна для Монго, и почему ее не существует в реалии. Там достаточно четко показаны причины, почему часто не происходят вау-эффекты при использовании новых скейтбаз, но на самом деле, технистрам нужно правильно готовиться. Наилучшим образом они себя сейчас показывают, наш кейс обслоток или тест, как основное хранилище, кэширующие хранилище. То есть, если у нас в эволюционной базе разложены много каких-то данных и так далее, нам нужно сформировать что-то, а-ля там кейсбучной ленты, например, то вполне вероятно, мы такой кэшик сложим в какой-нибудь трейдисель в MongoDB, потому что там документально красиво, удобно для работы с ним, но мы будем мириться с тем, что он не то, чтобы немножко консистент, он скорее почти все время не консистент. Но, поскольку для пользователя это не так важно, не знаю, что должны были выйти на три секунды раньше, то это работает. А в качестве основного хранилища я использовал в своей практике и этот кейс работает, например, он хорошо у меня сработал в сервисе авторизации и, правда, не в объеме, то есть там в другом, но тоже достаточно круг. Несколько десятых миллионов пользователей, там был не то, чтобы сервис авторизации ощущения, скорее был такой своеобразный паспорт, на нем складывалась вся-вся-вся информация о пользователе, которые собирали различные компоненты большой инфраструктуры предприятия. И там он работал хорошо просто потому, что пользователь это законченное, конечное документ, у которого очень мало внешних связей, а-ля форинг-эффей. И на узких базах неудобно даже не то, что нету join'ов или еще чего-то, а то, что ты либо начинаешь виблировать данные сильные, у тебя возникает большая головная боль как-то синхронно обновить или удалить. Ну, консистентно, целостно. Либо ты начинаешь использовать реляционные подходы. Но если ты начинаешь использовать реляционные подходы, ты будешь подходить в реляционную пространство. В качестве промежуточного функционального хранения данных из разряда кеша, который можно перестроить, он может, например, взять, если его грамотным пользоваться. Она функционально, с точки зрения того, что с документами, которые там лежат, можно делать много чего, включая правильно спроектированный сторож, можно очень красиво инвалидировать. Это функционально богатая балла сама по себе. Ну и плюс, она достаточно быстро работает. Да, у нее там можно по некоторым, ну, если ее рассматривать как хранение данных, ему удобно говорить, почему она плохая. Если ее рассматривать по дополнительной, чувствующей, там, какой-то сторож, ему долго рассказывать, почему она хорошая. То есть правильный инструмент в правильном месте. Вот можно так сформулировать в правильном месте. Спасибо за доклад. У меня вопрос по версиям. Как вы используете версию бетона и джангл? И, ну, планируете ли переход на 1.7 джангл в скором сумме? Версия бетона у нас сейчас преимущественно на D2.7, D2.6, там и сами недавно переименены на D2.7. Трожку используют в планете. Версия джангл у нас где 1.4, где-то 1.7, ну, в смысле, 1.6, планируем 1.7. Как выходит? Скажите, вы говорили о проблемах с гиллом, рассматривали ли вы переходы на какие-то другие интерпретаторы Python, которые работают без гила, рассматривали какие-нибудь версии еще? Проблема в том, что… Проблема в том, что… Проблема даже не в интерпретаторах Python, которые без гила, а проблема в том, что многие библиотеки, которые написаны для Python, они ни разу не проверяли себя на наличие багов при работе без гила. И перетешивать не только себя, но и всех остальных, и ловить баги не в себе, а где-то в других библиотеках очень страшно. Это кажется очень большим оверхедом. Проще взять, ну, Starlank или другой, ну не знаю, Java или что-то. Вот. Как правило, просто эти штуки, они достаточно локальны, делают действительно с гилом проблемы. Они достаточно локальны. И их очень просто локализовать либо в небольшой сервис, либо еще с другим образом пересмотреть, ну, так, чтобы с этим можно было работать. Спасибо. Еще вопрос. Про проблемы. Вот система, то есть, очень сложная, большая. С какой частью, может быть, при разработке, как раз в процессе работы, чаще всего возникали проблемы. То есть, где вот пустое место, как бы вы решали эту проблему? Я не знаю, я бы не знал, что здесь какие-то пожары, да, возникали. Правило, видно проблемы, ну, потенциальные проблемы или сложности достаточно заранее, чтобы без Russia и каких-то особых напрягов в этой жизни. У нас есть в Webby, в частности, союзная протеха группа, ну, с постоянной основой, которая работает, в том числе, между проектами. То есть, туда аккумулируется информация вот со всего вот этого вот, и когда где-то навещаются какие-то проблемы, то, соответственно, их видно сразу. И второе, когда принимаются какие-то структурные решения, затрагивающие стимули, имеющие какое-то отношение, это также либо ревазится, либо транслируется совершенно грубой. Таким образом, получается, можно такой, ну, иметь регулирующий орган, который развивает не эту структуру конкретного компонента, а вот систему в целом. Таким образом, можно допускать какие-то вопиющие проблемы. То есть, учитывая связанность компонент, например, или возникновение символ Комитофера. Плюс, у нас компоненты, перед тем, как будет в продакшн, они очень сильно тестированы. Включают и на выводочное тестирование, и КПС тестирование. Ну, то есть, очень сложно тут положить, что произойдет что-то, ну, кроме там пожаров, исправившего железа и так далее, что потребуют экстраординарных действий. Да? Ну, то есть, проблемы, связанные с оперированием, не имеют в виду с возниками. Проблемы архитектурного плана или там, качества входа, поскорее нет, потому что они отсекаются на уровне дома. Сложности. Наиболее сложные вещи это транслировать изменения. Поступки новых много, ну, очень много. Заставить всех, типа, ребята, ну, у нас новая идеология, мы находим базу, мы используем API. Да? Поняли? Поняли. Когда сделаете? Ну, и следующий измен. И так далее. Именно поэтому, я говорю, у нас по обводе всяких лишнего, эффективно лишнего данных, потому что не все сказались использовать. Хотя, в конечном итоге, я думаю, что мы начинаем работать, но вот эта инновационность, она вызывает сложности. Поэтому, многим людям снаружи, в частности игрокам, у них создаётся впечатление, что я там сколько можно уже сделать, и будем что-то сказать назад, кто-то у меня друг запилил за вечер. Спасибо за вопрос. Еще один вопрос. Система, как говорится, сложность за сложностью взаимодействия. Для взаимодействия приходится помнить о всех взаимодействиях компонентами по разработке. И, вы говорили, что часто уже возникают ошибки человеческие, где-то не переспустили сервис, не статанули сервис. Используете ли вы, естественно, контент интегрешн, чтобы автоматизировать этот процесс, допустим, при изменении кода, при заливке, чтобы, может быть, локальный компонент безопасно вывести? Потому что сервис сам уже перестраховывал все новые сервисы, сервера поднял, а как же? Ну, вот смотрите, во-первых, два момента, на свой дипломент, на определенном продакшене, и эти разработки занимаются разные вещи. Это раз. Второе. Да, возможно, используется континент интегрешн. Правда, он не, не то, чтобы совсем полноценный континент интегрешн, с точки зрения, что он вывозит по продакшену. Он собирает, билдит все пакеты и так далее, но деплоир, а не другие, нет. То есть, в TXT у нас нет деплойки продакшен. Просто потому, что там, инфраструктура это делается иначе, и вот просто TXT к этому привязать можно, но сейчас не нужно. Но инструменты, которые используются для деплой, они точно так автоматизируют. Они берут конфигурацию в байле, специальных конкурентов, они берут пакетики в той версии, которые там как раз собрали включить, они их переграчивают по постам, разбивают и так далее. Но, опять же, вспоминаю ситуацию, которую я привозил. Ночью сработал мониторинг, потому что нас начали парсить там портал, и у нас, соответственно, нужно ввести еще одну ноду. Ну, просто, чтобы он стал полегче. Админ, там дежурный на коленке возле костра, куда он выехал на выходные, добавляет одну ноду, благо это быстро, и просто обмену моддерали, стоит, нужно добавить эту штуку. Смотрит, что мониторинг успокоился, что работает, пошел дальше сбор. А в файле конкурсизационном он забыл добавить эту штуку или не сумел, потому что соединение оборвалось, или еще что-нибудь, или еще что-нибудь. И в следующий раз это происходит деплой, то деплойники ничего не знают про эту ноду. А если на ней деплойник поднялся кто-нибудь воркер, который читает сообщения из очереди, то он сам и останется читать. И будет ты сообщение у соседей. Потому что ядом будет заслужен человеку. Такого рода например. Тоже человеческий? Ну, человеческий. То есть в любой системе автоматизации, любую систему автоматизации он не может выигрывать. Думаю. Последний вопрос. Про базу данных вы используете и MySQL, и подгресс. Вы говорили, что для новых сервисов старайтесь использовать подгресс сейчас. То есть если бы MySQL остался просто как наследие, потому что тогда раньше с него начинали, или были какие-то условные выборы, или сейчас если бы вы разрабатывали сначала, вы бы использовали тоже кодекс Александр Ватсадов? Ну, смотрите. Нет у нас металлогиорных предвеждений против моих мнений. Нет у нас не считаемого база. Просто у нас во-первых, я говорил, есть в некоторых случаях потребность специфических вещах, которые есть, например. Второе. Тот характер тех же неградский класс он немножко лучше реализуется подгресс. Плюс подгресс стал более интересен с выходом 9D, значит, что если неинтересно с выходом 9D, с нашей точки зрения, с точки зрения наших потребностей. Но при этом существуют кейсы, которые работают лучше. Просто нам сейчас подгрессы больше подходят по профилю тех требований базе, которые у нас возникают скорее так. Не потому что подгресс лучше, он нам удобен. Правильное использование правильного инструмента, правильного инструмента. только мискель у нас мискель долго и взаимная любовь. Сколько 12 лет пишу, как мискель знаем мискель мискель а мискель мискель с В принципе да. Ты grassroots первый. Вопрос ограничен по количеству запросов объемом данных, которые можно получить. Можно ли использовать сторонним билдом или майные например Я просто не скачаю, в чем-то не разобраться. Он ограничен по пропускной способности, ну, по реквестному секунду, собственно говоря, да. По-моему, 4 это пол. Для простого фича, который на рейде ходьбы не нужно. Благообразный тремим, он там появился, но нужно обосноваться за чех. Для датомального использования можно. При результате сноровки. Большое спасибо. И второй вопрос по базам данных. Собственно, ты упоминал, что возраст подходит в ваши нужды. А приходилось ли писать свои, какие-то модули для возрастов и инфицировать его по своим нужным? Есть еще одно такое соглашение, что мы стараемся писать вещи просто. Объективный сервис авторизации написан на Джанге и Тони, и обслуживающий полторы тысячи логинов на пяти машин, учитывая регулирование, надежность, отказ, устойчивость и приводы. Ну, потому что это один из критичных сервисов. Тони можно написать оси. Он будет делать ровно то самое. Это не займет космического времени. Там два-три месяца недостаточно легко. Можно это сделать, чтобы протестировать недаром. Будет заработать очень эффективнее. А вот я никак не сделаю. Просто потому, что сервис написан на Джанге управит любой из нескольких социальных рабочих, которые у нас есть. Но сервис написан на Джанге используя переподмуты для ты. Да, далеко не каждый. И у нас мы пытаемся писать проще. Но доступно больше шортных людей. Такие сообразные моменты. Поэтому у нас перезагрузок в продуктах, в общем, нет правил. У нас даже есть одно из соглашений. Ну, не на всех правилах, но многие. Что если код reviewer, который смотрит, непонятен, что он делает, его надо переделать. То есть, на самом деле, он формально, соответственно, он будет делать, что нужно, проходят тесты, его не комбиналуют. Если нет, то он будет переделать. Чтобы было понятно. А, по слову, кто вы тут? Вопрос был, когда, что пиши, и писали для него эти модули. Да, соответственно, модули из этих запросов мы не писали. У нас было желание писать парочку вещей в Redd, например, или к своей карте подгрессное мероприятие. Но мы, в общем, это не делали. Вместо этого мы, например, дружим с подгрессой, который помогут просить. Какие-то вещи и сделать этому прямому подгрессу. Вот, представьте. Вот я написал модуль, что мне надо было. Я его написал достаточно быстро, и он сделал то, что мне нужно, и работал очень хорошо. Как же я запарился его в обгрейде с каждой следующей версии? Ну, тут придётся делать ровно то же самое. Либо замереть на том любви, который ты используешь, и он постоянно ответит свой тон. Минтейн. А если, опять же, в тривиальном подгрессу здесь не можно. Ну, по удивлению, в общем. И если вдруг человек, который его делал, поддерживал, играть по каким-нибудь, ну, знаете, факту справа, то поддерживаться-то будет некому. А если это критически важно, сервисовый, сервисовый капитал. Поэтому нам гораздо проще сообщество соответствующее драйвить, зачастую его поддерживая и убеждая в том, что он слишком нужный и полезный. Опять же, как вариант поддержки для того, чтобы прикладывать какие-то свои усилия к этому, чем мейтейнинг хорки и самописканные жутки к функционным решениям. То есть, в целом, стабильность вклада превышается? Да. Стабильность вклада превышается? Стабильность вклада превышается, вклада в себя играет, в 8-м минуту в своей. На тему стабильности. А как вы справляетесь с высокими нагрузками, которые тоже будут упомянуты? Какие-то все эти статические решения? Нет. Что-то эффектуальное. Ну, то есть, если это касается робот, то это кэширование. Кэширование такое святое на хорошем уровне изменения. Я считаю, что это будет инфицированный компонентом. Это несколько уровней инфицирования, которые некоторые могут включаться на конкурсическую версию. То есть, ничего такого, о чем не забыло бы. Ну, то есть, если я начну все это рассказывать, я бы вам чили. Потому что они простые, надежные, прорезенные, опять же, решения, которые меняются много лет. Ну, правда, в нашей семье много лет. Ну, двадцатки, я в общем считаю, начало истории, но тем не менее. Все само рабочее. Все само рабочее. Сам рабочее. Хорошо. Спасибо. Да-да-да. Технология классная проблема, да, я вам, да. Если мы не рассматриваем случайно кожу, а то у них какие-то базы, да? У них хаски есть. Нет. Это так не связано, да, что с водой с каким-то все марки с водой? Ну, у них, скорее, нет. Скорее, в последнем, наверное, не было подходящего кейса для того, чтобы пророжить своими путешествиями. То есть даже, как-нибудь, когда заданы, когда они были на высоте время, на высоте время. Мы исследуем очень большое количество СНХ. Да. И с... У нас есть, даже, несколько списков, да. Совсем бесперспективные. Перспективные, но пока не готовые. Интересные и готовые, надо... Ну, то есть, нет у нас кейса. Ну, то есть, это кейс, но нет. И, соответственно, если у нас возникает кейс, мы можем посмотреть, что у нас есть инструментов, ну, и у нас есть какая-то задача, которая там, в данном случае, не очень считается. Мы можем посмотреть, в чьих инструментов трансмарктируем не той, либо может быть возраст для достаточно, либо уже был вырос, мы не могли прикинуть кейс, ну, и так далее. Ну, то есть, есть совершенно безумные какие-то вещи, которые появляются, которые говорят о том, чуть ли не о том, что они сериал ангелов на породе, да? И очень сильный ботворд про них. И, ну, то есть, приличные выразы люди тоже рассказывают о них положительным образом. но это, да, вот из разряда вернул он веб-скейл, если да, то я буду его использовать. Но у нас отсмотр технологий инструментов, он происходит более и менее систематический, и мы, в общем, не инфицилируем в какой-то клепке, да? Мы всегда используем какие-то инструменты, но, опять же, нужно понимать, что использование какого основного инструмента нескольктурно достаточно дорого. Ну, смотрите, у нас есть специальные которые, основная работа, которые всегда их собирают в пакеты для центов 55. Просто потому, что нужен особенный состав, спакетированный по центов 55 в тысячу нужной версии. У нас есть люди, которые собираются делать эти пакеты. Их больше одного. Ну, то есть, представьте, если нам понадобится еще какая-то другая фактическая штука, тогда ну, этим людям вот придется три месяца просто говорить так, чтобы эту штуку собрал. Ну, то есть, мы это все используем, но большая компания, она может быть статарской, инновационной и так далее, но она хочет, не хочет быть инновационной, большая. а именно такая страшная структура, когда страты уже считали месяцами на простых, на приятных вещах. Ну, что про танки? Максим. Так, пошли, два вопроса. Добрый вечер, Максим. У вас очень большая аудитория игроков, и у них, соответственно, тянется много данных за ними. Часть этих данных просто тематически учислим, например, процент победы. вот такой вопрос. Из вашего опыта для таких данных то мне все же их хранить в базах для данных сразу или же просчитывать на лицу действительно? Мы их храним обычно, да, потому что иногда получается темнее хранить, чем считать на самом деле. Процент победы достаточно, такая простая, просто посчитать, но есть много расчетных данных, которые присутствуют непросто. И есть сервисы, которые дают их, но у них не хватает используемых данных для того, чтобы получить если что. А второе, когда они приходят к административу, они получаются гарантированно консистентно. То есть досье игрокации, оно гарантированно консистентно, и оно у нас, в общем, химилизовало. То есть его нельзя поменять. Поэтому данных храним. Более того, у нас эти же штуки используются не только для того, чтобы отдать на порталы счет. Происходит обработка статистической данной. Например, для того, чтобы отслеживать баланс техники. анализируется реалтайм, считая все, весь такой информации, то есть он не реалтайм анализируется, он собирается, а анализируется за период. Для того, чтобы понять, что вот этот конкретный танчик пиявый, например, его надо понять немножко. А вот этот танчик, несмотря на то, что все кричат, что его надо сделать. то есть статистикам стоят 80 миллионов долларов. И вот там в сервисах в бархаузинге, которые занимаются всех ключей, зачастую нет всех источных данных, чтобы посчитать. Нам не хватает что-то свое считать. Поэтому нам удобнее консистентность, чем экономия памяти дешевая. у нас большинство данных целей компаний. Но там будет задать даже 400 ли памяти. Горос Спасибо большое, Максим. Спасибо большое, Максим. Вам самое сложное задание – выбрать три вопроса, которые ему больше всех понравились. И мы сочетливчиков предложим спать. Да, да, да. Привет, Митинский, кто задавал вопросы, чтобы Максим был проще вспомнить. Опустите, телка уже есть перед нами. Опустите, а не в сотрудниках, да. Вот, вот, все, мается, птичка. Ваша классная, если не нравится, и вас. Да, да, да. А еще я могу отметить тоже, несмотря на то, что надо присутствовать обработчиками, да. Так, уходите, да. Максим, какой вопрос был самый лучший? Какой больше тебе понравился? Ну, вопрос. Ну, вот, давайте ваш. Можно я добавлю? Это наш сотрудник, сотрудник компании. Тогда давайте будем честными. В общем, наградим кого-то из двоих людей, которые окружают. Здорово. Здорово. Спасибо за вопросы. Так, мы их обидим. Вот. Еще три футболочки остается. Так, если не туда идут размеры... У вас уже дверь, правильно? Собирайте. Хотим возразить Максима. Вот. Вот эту вот картинку разработанную дизайнеру с компанией ДТА. И, собственно, это вот такая вот наработанная картинка и теперь... Да. Я уже на кухне сегодня читал. Вот эту картинку. Да. Считаю, что он маленький дизайнер. К сожалению, так и не знаю, что у вас, на самом деле, ДТО. А вот, на самом деле, ДТО. А вот, на самом деле, ДТО. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Ребят, мы вам просим ждать анкеты.